Воспитание основ пианизма. Заслуженный деятель искусств в России профессор Александр Александрович Александрович. Обозначена тема, которая, собственно говоря, ни в какие два часа уложиться никак не может. Поэтому я ни один час и ни один день думал над тем, как о ней хотя бы начать. Потому что продолжать будете вы. Дело в том, что пианизм и даже его основы это или очень кратко, или бесконечно долго. Очень много можно говорить на эту тему. Поэтому я решил таким образом. Сначала я изложу довольно спорные, может быть, с чьей-нибудь точки зрения положения. А потом тот, кто захочет мне возражать или уточнять, будет иметь возможность это сделать, и я буду отвечать. Хорошо? Так будет удобнее со всех точек зрения. И так, основа пианизма. Этот вопрос существует вообще очень давно. Столько же, сколько существует наш инструмент, и не наш только инструмент. Поэтому претерпевали мы, мы, в смысле, клаверисты, претерпевали страшные всякие времена, самые страшные какие-то противоестественные абсолютно вещи. И, наоборот, всегда самые выдающиеся музыканты, самые замечательные композиторы, они вносили в этот вопрос ясность, простоту, доступность и, конечно, эффективность. И, несмотря на это, сегодня продолжаются всякие по этому поводу споры и полемика. И я уже 50 лет, по-моему, или больше даже немножко, проработал в УЗИ. Да, 51 год. И сталкиваться мне пришлось, ну, по крайней мере, не знаю, с двумя стами учеников, больше, может быть. И я убедился в том, что этот вопрос до сих пор актуален. Как играть на рояле? В общем, без всяких особых отступлений хочу сказать, что я пришел к такому давно уже, пришел к такому выводу, я о нем скажу, что играть на рояле легко. Быть музыкантом трудно, а на рояле играть легко. Причем это надо достичь этой легкости. А лучше всего с нее начать. Мне, как работнику ВУЗа всю жизнь, приходится все время как-то переучивать, освобождать людей от той науки, которую они получили от тех привычек. Итак, нужно помнить о том, что все должно быть абсолютно естественно. Так же, как мы ведем себя в жизни, так же мы должны себя вести за инструментом. Если говорить о поведении рук, то они в силу жизненного опыта при верной постановке дела абсолютно нормально себя ведут. И у моих учеников через очень малое количество их с самого начала могут похвастаться тем, что им легко играть на рояле. большинство претерпевают какие-то особые трудности и так далее. Но в конце концов все приходят к тому, что они играют абсолютно естественно так, как у них это получается, как они говорят. Вот и оно все получается. Лучше, конечно, когда все это начинается с самого начала. То есть звукоизвлечение это замечательное выражение, кстати говоря, русское, чисто русское. Звукоизвлечение. Вот подумайте о том, как это отличается от немецкого шляк, удар. Удар это не то. Абсолютно. Звукоизвлечение. Таким образом, не из-за этого выражения, но просто я хочу подчеркнуть, что это очень хорошее выражение. Им нужно пользоваться, можно пользоваться. Участвует только одна фаланга первая. Никакой постановки рук быть не может. Я говорю полемические вещи, но говорю те вещи, которые мною проверили на основании, так сказать, моего жизненного опыта. Все остальное это абсолютная свобода, естественность и никаких давлений, никаких специальных движений, специальных нагрузок испытывать нельзя. Нужно именно не воздействовать на инструмент, хотя это действительно так, мы на него воздействуем, но думать и воображать нужно обратное, что мы из него извлекаем все, звукоизвлечение. Таким образом все происходит как бы наоборот. Не к нему, а от него к себе. И тогда все очень просто, очень легко. Все само собой получается как бы. Нужен тренаж и так далее, но тренаж на основе свободы, на основе какого-то удобства ни специфическое положение, никакого специфического положения нет. Есть позиция человека, играющего на рояле, такая же, как при любой другой деятельности, обязательно. И вот это очень-очень важно, чтобы понимать, что сидеть нужно нормально, так как мы вообще сидим, не надо ни подтягиваться, ничего выделывать не надо, надо только извлекать звуки оттуда к себе. Существует разная динамика. Вот когда-то Геннер Горисович Нейхаус говорил, что он упражняет таким образом пьянисима до фортисима, от фортисима до пьянисима, на одном звуке, на нескольких звуках и так далее. Это хорошее упражнение, конечно. Оно позволяет найти какую-то нормальную связь между собой и инструментом. Я говорю именно или между инструментом и собой, скорее так. Дело в том, что рояль невероятно чувствителен ко всему. Ко всему, как мы относимся, какое у нас дыхание, какой ауф-такт, как говорят немцы, мы употребляем. Он свободный, он зажатый, или он резкий, или он какой. Это все очень существенно. И я считаю, что играть, еще раз повторяю, играть на рояле легко. Быть музыкантом трудно, как быть вообще человеком, занимающимся каким-то очень высоким творческим интеллигентным трудом. Но собственно связь с инструментом ничего особенного не представляет. Из этого не следует, что не нужно заниматься. Заниматься очень нужно, только нужно заниматься естественно, нормально, так, как того требует вот такая постановка вопроса. я понимаю, что я говорю какие-то не совсем привычные вещи. Мы будем беседовать между мной и вами, между вами и мной будет какая-то связь. Потому что охватить вопрос пианизма в течение полутора или двух часов это совершенно невозможно. Абсолютно невозможно. Таким образом мы возвращаемся к тому, существует, например, Шопен употреблял такое упражнение таким образом или раз или почему так? Потому что эти три пальца длиннее, а эти два короче. он начинал с этого с учениками. Вы понимаете, что самые гениальные музыканты, самые гениальные педагоги, они были чрезвычайно немногословны в отношении основ. Чрезвычайно. Вот, например, Шопен говорил об этом. Лист говорил о том, что сначала крупная техника, потом мелкая. Мелкая более трудна. Игумнов в течение своей жизни, воспитавший столько замечательных пианистов, написал свои принципы на двух страничках. Они были изданы, помню. И вокруг них бог, ты мой, чего такого начинали все музыковеды и так далее. Очень просто, очень кратко. Потому, что из этого это все охватить невозможно. Это каждый случай представляет собой какую-то особую ветвь этого дела. Каждый случай. Из него может быть еще, 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 еще. Очень много всего. Таким образом, я хочу сказать, что нужно всячески уточнить начало. То есть начало оттуда ко мне. Начало это вот это первая фаланга. Начало это абсолютно свободные руки. Такие, как вообще у нас в жизни. Ничего специального нельзя делать, потому, что при специальном чем-то мы при этом нарушаем естественность своего происхождения человеческого. и начинаем переделывать свою природу. Мы зароялим одни, а в жизни другие. Этого быть не может. Быть не может такого. Нужно быть всегда свободным, всегда готовым к чему угодно. И к игре на рояле также. Поэтому все основные моменты, они чрезвычайно кратко формулируются. И правильно формулировал Шупен. Портаменту то есть перенесение свободное перенесение со звука на звук. Причем по таким нотам, которые очень естественно определяют длину пальцев. Легато и стаккату. Вот хотя бы три этих приема, они должны быть очень ясны. если говорить о том, что присутствует у композиторов, то я на всякий случай тут принес ноты для того, чтобы сказать о том, что характерно больше для композиторов. Например, композиции барокко не знали легату. Легату не существовало вообще, этого понятия не было. Была связь или не связь между звуками. Она была очень четкой, очень ясной, очень определенной. Ну, это особая тема, по-моему, я уже тут говорил о Бахе. Бах, Гендель, Буксы Гуды и так далее. Это огромная армия композиторов барочных, которые не знали, что такое легату. И не нужно было им знать. Была связь. Связь с какое количество звуков максимальное. Очень редко восемь звуков. Чаще шесть подряд связанных. Чаще всего два, три, четыре. То, с чем мы сталкиваемся. Два, четыре звука могут быть связаны между собой. Но при этом у них нет той легатности, которая потом есть дальше. Хотя бы у классиков или у романтиков. Вот тут нужно очень ясно себе представлять, что такое это в области стилистики. если говорить о классиках, простите, я должен вернуться еще. Ну, вы можете не соглашаться с этим, но я пришел к выводу, что барочные композиторы, и в частности Бах, очень подвержены были чему? Очень устойчивости большой, ритмической, с освобождениями на каких-то специальных для этого отведенных местах. Это были кадансы, это были какие-то границы между, границы внутри, допустим, фуг, это были просто импровизационные какие-то куски, но все остальное было срезвычайно организовано. Организовано таким образом, что я пришел к такому выводу. Если указано три четверти, то надо считать на шесть. Если указано четыре, надо иметь восемь. Это у барочных композиторов факт. Как правило, никаких просто разливанных таких пассажей быть не может. Если говорить о классиках, я очень краток, конечно, потому что это невозможно, то у них пульсация соответствует тому, что указано в основном в ключе. Три четверти, три четверти, четыре четверти, четыре четверти. Таким образом, у барочных композиторов в два раза скорее. Это я говорю только первый ряд, а в медленных музыках может быть два ряда. Может быть, один ряд вдвое, а тот вчетверо. И это очень помогает этой устойчивости, этой возвышенности, этой удивительной такой риторичности в хорошем смысле слова. И, наконец, романтики, у которых очень меняется пульсация. Она бывает очень широкая, она бывает потактной, она бывает, как у Шопена, например, четырехтактной, как правило. Она бывает, ну, суммируется количество тактов, или два, или три, или четыре, или больше, или наоборот, очень дробно зависит от характера музыки. Таким образом, есть перемены очень качественные в области пульсации. Еще раз повторяю, у композиторов барокко это чаще, нежели указано в ключе. В два раза, а в некоторых, редких случаях, еще дополнительно к этому. То есть, если три четверти, то на шесть, четыре четверти, на восемь, две четверти, четыре. У классиков в общем, все это соответствует тому, что указано в ключе. У романтиков может быть свободное эксуммирование или учащение пульсации, а чаще удлинение. Почему? Потому что романтики, они писали мелодии, которые очень длинны по сравнению с классическими. я сейчас приведу один случай, который был в консерватории московской, когда Холопов профессор принес на занятие два тома и сказал, вот это Моцарт, а это Скрябин. Вот я раскрываю Моцарта сонату и раскрываю сонат седьмой, что ли, или восьмой, я сейчас толком не помню, Скрябина. И вот вопрос к аудитории. Аудитория солидная. Это были не студенты. У кого больше явлений вот на этих двух страницах? У Моцарта или у Скрябина? Ну, все, конечно, говорят, у Скрябина. Он говорит, давайте посчитаем. Посчитал. при нас все это. И получилось, что? Получилось, что у Моцарта 27 явлений на двух страницах, а у Скрябина во всей сонате три. Вот вам и весь сказ. Что такое усложнение, что такое упрощение и так далее. Это я говорю к чему? К тому, что классицизм это тоже очень сильное, очень законченное, абсолютно законченное во всех проявлениях явление. Такое же законченное, как, предложим, баховская полифония или шопеновский романтизм. Поэтому я говорю, что музыка в основном распада для нас в обозримом времени распадается на три главных направления. Это барокко, это классицизм и это романтизм. романтиков таких мощных наиболее семь человек. Венских классиков трое Гайден, Моцар, Битховен, хотя их было невероятное количество. И барочных композиторов двое. Это Гендель и Бах. Они показывают разные направления. Гендель предложил более такое открытое, менее полифоничное и наиболее полифонически законченной. Это Бах, который ничем не поступился в отношении строгой полифонии и при этом достиг даже додекафонии. Факт. Сам видел. Сам нашел. Ну, правда, он возвращается, конечно, в основную тональность, в этом уже ничего не поделаешь, но что делается в середине, это совершенно поразительная вещь. Так что Бах в чем-то действительно завершил это огромное трехсотлетнее направление в музыке. Триста лет существовало. Между прочим, каждое следующее из основных направлений музыки сокращается. Классицизм занял меньше, ну, не более ста лет. а романтизм еще меньше. Лет восемьдесят. И все. Все остальное, неоклассицизм, неоромантизм, это все смешение, например. Смешение разных, абсолютно разных направлений. Это тоже естественно. Были три Китая, из которых родилась масса китенков или китенят, как сказать правильно, не знаю. Но, в общем, много породил детей, эти вот трое. Таким образом, мы должны понимать, что если мы овладели тремя этими стилями, то мы можем играть все. Битхоин, например, считал, что если ты играешь вольтом без клавир Баха, то ты можешь играть все. Он учился на этом сборнике прелюдии и фуг. Ну, в то время да. Теперь по поводу классицизма. Вы знаете, я в последнее время вдруг какое-то озарение на меня нашло в отношении Битхоина. Его считают венским классиком. Но, оказывается, он работает в форме креста по четырем направлениям. пять последних сонатов – это классицизм? Нет. Из них же какие-то части – это бородчатая музыка. Таким образом, он был классиком, он был романтиком, он, например, вот это. Ну, понятно, что я играю. Когда было 14-е соната, он написал, что это нужно играть на педали, с открытием дверами. Вы подумайте, когда это было. Гениально. И причем соблюден, соблюден весь типичный романтический вот этот склад музыки. Что именно? Есть мелодия, которая на первом плане, есть ход басов, который особый, и есть между этим фактура, которая обозначает бесконечное струящееся гармоническое сопровождение. Мало того, в медленной музыке, он феноменальный был композитор, в медленной музыке, думали вы или нет, не знаю, но это абсолютная сонатная элегра, сонатная форма. И все. Но она медленная, она запедаленная. Когда было? 14-е соната. 17-е соната. Начинается с чего? Начинается с доминанта. И это все главная партия. А потом, когда идет вот эта музыка, это уже связующая. То есть все какие-то обманные ходы у него получаются. и я еще раз повторяю, что Бетховен для меня обозначил не разложение классицизма, а вообще какой-то какой-то удивительный размах на всю музыку возможную в виде креста получается. То есть он классик, он барочный композитор, он романтик, безусловно, и он возьмите вы фугу из 29 сенаты. Что это такое? Это вообще 20 век. Абсолютно. И не только это. Есть еще классы фуги, потом написанные для оркестра, там вообще убийственные. Таким образом не надо валить, как многие исследователи в свое время валили, на его глухоту, наоборот. Мне когда-то, когда я занимался дирижированием, пришлось, ну, такие были обстоятельства очень трудные. Вдруг меня вызвали в 7 часов утра, что главный дирижер болен, и мне надо проводить репетицию чего? 9 симфонии Бетховена. А мне было 25 лет, по-моему, ну, я-то ее знал, конечно, прошути, как-то проводить цепи. Пришлось ехать и репетировать. И то, что я увидел в этих 9-й симфонии, совершенно невероятно. Это невероятно. Дело в том, что у Бетховена очень простые тематические образования. Очень простые. Они чаще всего по трезвучиям, по интервалике и так далее. Но что потом происходит, что с этим происходит, это удивительная вещь. И такая пьеса музыкальная, как 9-я симфония, эти речитативы перед перед этим хором, это что-то невероятно. Очень трудно. Таким образом, я хочу еще раз подчеркнуть, что если эти три направления барокко, классицизм, венские и романтизм, если они поняты, охвачены и так далее, то у вас, в общем, вся музыка в кармане, как говорится. Потому что все остальное это производные соединения и несоединения какие-то вот этих трех направлений. вот если говорить опять-таки о нашей теме, то барокко меньше всего легато. Есть партаменту, есть такой, так сказать, прием с подчеркнутым каждым звуком и так далее, но легато есть только три, два, три и четыре звука в основном. Все остальное делится, делится очень ясно. Если говорить о классицизме, то обратите внимание, 27 явлений на двух страницах, которые показал Холопов в свое время, они были бы абсолютно невозможны, если бы мы играли это в свободном движении. Поэтому классицизм в основном чрезвычайно подчеркнуто ритмизован. Очень. И наконец романтика. Вот часто немцы, кстати говоря, Шуберта причисляют к классикам. Думаю, что это все-таки неверно и формально. Потому что у них четыре классика. У них Гайден, Моцарт, Битховен, Шуберт. Неверно, по-моему. Потому что Шуберт фактурно он очень близок к классике. Фактура такая. Но по существу эти бесконечные длинные мелодии, вот эта длина, она абсолютно другая, нежели у классиков. Таким образом нельзя его, по-моему, причислять. И он Вебер, Шуберт, это первые романтики. Вебер такой театральный, яркий и так далее. Хотя у него тоже очень много от классицизма. Но все-таки опять-таки другая музыка. Шуберт же неизвестно, кстати говоря, кто больше написал музыки. Шуберта для Моцарт. Потому что Шуберта очень много потеряно. Кроме всего, Шуберт занимался музыкой 19 лет, а Моцарт 30, при всем том, что он жил 35 лет. Он с 5 лет писал музыку. Учтите это. То есть Шуберт был плодовит фантастически. Может быть, это его и доконало, так сказать. Да, расход большой, там, заболевания и так далее, он не смог противостоять этому. У Бетховена нет такой картины, но зато у него есть 4 направления, у него зато карта и сочинение представляет собой предмет для изучения отдельного. Я к этому тоже пришел совершенно недавно. Не столько надо искать у Бетховена общие какие-то моменты, вот мы знаем, что есть начальный период, средний период и заключительный, где он 5 последних сенат, где он, так сказать, уже совсем экспериментирует. Каждая сената у Бетховена это особое явление. Другое дело, что их можно обобщить, но как, вот так, как их обобщают начальный период, там, средний и так далее. Но вот к чему, например, причислять 13-ю сенату квази-мунофантазию, которая в свободной форме тоже как бы написана, а в то же время в ней действуют классические моменты. Вот ритм там настоящий, классический, а форма другая, а последования музыки какие-то особые и так далее. Ну, не буду сейчас в это углубляться, потому что это особый разговор насчет Бетховена, я только хочу подчеркнуть, что Бетховен не просто третий классический композитор, не только тот композитор, который наметил что-то романтическое в своем творчестве, а это композитор, который охватил под конец в основном все возможные главные направления в музыке. Теперь по поводу поведения рук. в каждом из этих направлений. Очень многое у Баха, например, у Энделя, поскольку короткие объединены позиции, поэтому руки достаточно дисциплинированы, и в общем они очень ясно должны произносить все. По поводу классиков, у них очень ясно, кстати говоря, об изданиях, дорогие друзья, вдруг вспомнил, что я говорю, о поведении рук, о лиге, которые у Бетховена написаны, всякими шнабелями, гаденвейзерами и так далее. Это все уважаемые композиторы, но зачем они занимались теми делами, трудно сказать, когда Бетховен написал все. Кстати, Бетховен является тем композитором, который все действительно написал, все. Потому что если у него стоит какой-то спортсанда или форте, надо точно определить, к чему он относится по вертикали, к среднему, нижнему или верхнему голосу, вот это очень важно, потому что он всегда мыслил не фортепианно, а шире, оркестрово, квартетно, сексетно и так далее, или вообще неизвестно как, мы не знаем, но в всяком случае чрезвычайно многоэлементно он мыслил. И если говорить о Шопене, то он мыслил только фортепианно и слава Богу, это единственный композитор, который писал, написал лучшую музыку, большинство, подавляющее количество музыки для фортепиана и совершенно верно, попробуйте его переложить Шопена на другой инструмент, это все сразу как-то опрощается, это все не то. Это было удивительно точное попадание. Так что для нас Шопен это не просто приятный композитор, а это такое же в общем явление, только наоборот, по сравнению с Бетховеном. Если Бетховен во все стороны, то Шопен вглубь одного инструмента ушел. Вот таким образом у романтиков значительно больше разнообразия. Однако, если говорить о педали, педаль это явление чисто фортепианное, только фортепианное, потому что педали оркестровые ничего общего с этим не имеют. Абсолютно. тянется какой-то звук или несколько звуков, но они тянутся, они возникают и истаивают постепенно, создавая какую-то особую атмосферу. Больше того, я хочу сказать, что искусство пианиста в конечном итоге определяется его педализацией. Она всегда немножко разная, может быть, в зависимости от того, в каком он помещении играет, но она должна абсолютно соответствовать его намерениям и, кроме того, той музыке, которая есть. Давайте вспомним, что происходит у классиков. Возможно, там широкая педаль, возможно, там паузы на педали, возможно, охватывание разных гармоний на одной педали. Невозможно. У классиков это невозможно. У Баха, предположим, вообще у полифонистов там должна быть такая педаль, которая украшает звучность, но которая не меняет линеарности всего склада. И, наконец, у Шопена и так далее где-то он писал педаль, где-то он не писал, но самое главное то, что там бесконечные могут быть там на полторы страницы одна педаль может быть и это замечательно. Мало того, всякие вот там пишется в басу стаката. И правильно это нужно играть стаката, но на педали. В том-то и дело, что эта легкость, эта воздушность при том, что остается звучание этой гармонии, она является особым признаком, так сказать, этой музыки. У романтиков вообще, кроме Шопена, никто ничего не обозначал. Ни Лист, ни Шуберт, никто не писал педаль. Они считали, что это и правильно считали. Шопен писал в силу того, что он иногда писал парадоксальную педаль, иногда соединял какие-то вещи. Вот в этих случаях он писал. Где снять ее, это абсолютно не важно. Он писал где попало. А вот где взять, вот это очень важно у Шопена. Остальные композиторы просто ее не писали. И правильно делали, что не писали, потому что тут принцип педализации совершенно иной. Не такой, как у классиков, где инструментовка, где фактура, где паузы, все должно быть так, написано. Не меняет письма. В основном, конечно, это все не буквально, но в основном письмо как таковое не меняется. А вот у романтиков письмо само по себе. «Ну, возьмите Боу Шопена». Ничего не написано. И тут самые разные гармонии в правой руке прибавляются к этому, а левая сохраняет вот это, вот этот десдур. И он звучит все время. И ничего не написано, ни капитали не написано. Но представь себе, что написал классик, что он будет играть. Это ужасно. Это ужасная вещь. Таким образом, у этих, у романтиков меняется совершенно отношение к наличию такого чуда, как педаль. Кстати, я уже говорил о том, что педаль определяет иногда конечный какой-то результат. Она является наибольшим свидетельством, по-моему, наиболее доказуемым свидетельством зрелости и особости пианиста. Именно педализация. Все остальное мы как-то охватываем быстро. А тут не оригинальничание, я имею в виду именно правдивость попадания туда, куда нужно. Вот. Таким образом, мы, я еще раз подчеркиваю, что когда мы имеем дело с музыкой, мы должны очень ясно стилистически отграничить полифонию, то есть барочную полифонию. Кстати, я ничего не сказал о таком внутреннем явлении в барокко, как рококо. там музыка написана для клавесина, зная, что, ну, собственно говоря, и та полифония тоже писалась для клавесина, для клавира, по-немецки говоря, но дело в том, что там были оркестры, ансамбли, все что угодно. композиторы французские, рококо-кошные, так сказать, они писали только для, например, Куперен, для клавесина писал. Есть ли там педаль? Есть. Почему? Потому что клавесина вообще без педали не звучала. У него все время был фон. И вот это очень забывают многие пианисты, которые на рояле играют музыку рококо. Они исключают педаль, только чуть-чуть где-то что-то как-то ерунда полная. То есть там нельзя до конца нажимать. Там есть четверть, восьмая педаль, там есть три четверти, там есть полупедаль. Всякие такие градации. Очень тонкая педализация, но она все время есть. Непрерывно она есть. Другое дело, паузы там, все соблюдается, конечно. И кроме того, совершенно другой ритм, свободный, очень свободный ритм. Вот это тоже многие не совсем понимают. Если бы читали Пуперена словесного, то, что он в словах зафиксировал, он говорил о том, что французская музыка именно отличалась от итальянской от немецкой тем, что она очень условно записывалась. И если не знать, как это расшифровывать, то это не то. Но сейчас многие музыканты уже понимают, что это такое. Это очень неустойчивое такое, зыбкое такое состояние. так что рок-ко-ко внутри барокко имел какой-то особый смысл, особое звучание, особую краску, особое движение. Понимаете, и главное, оно было все очень небольшим и тем не менее очень глубоким. Хотя писалось на какие-то простые, казалось бы, вещи вызывали эту музыку. Чей-то портрет, какая-то сценка, что-то такое очень небольшое. Но это было внутри рок-ко-ко искусства как такового расцветающего во Франции в то время. Вот, пожалуй, основные вещи, которые я хотел сказать, потому что говорить о конкретно, так сказать, каких-то произведениях можно бесконечно. И я уже говорю час, и я думал, что я буду говорить минус 15. Ну, это так бывает. А теперь я хотел бы услышать у вас вопросы. Недоуменные, какие угодно. это . Спасибо.